Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами рассмотрим видео лекцию по дисциплине бухгалтерский учет в торговле, предназначенной для студентов по образовательной программе учет и аудит. Лекцию ведет Таштанова Нурильяна Румашевна, магистр, старший преподаватель кафедры экономика учет и аудит. Сегодня мы рассматриваем с вами пятую тему учет поступления товаров в розничной торговле. Будут рассмотрены следующие вопросы. Роль и функции розничной торговли в рыночной экономике. И второй вопрос. Документальное оформление поступления товаров в розничной торговле. Согласно закону Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, дано определение розничной торговли. Согласно этого закона розничная торговля представляет собой предпринимательскую деятельность по продаже покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Хозяйственная деятельность розничной торговли осуществляется через стационарные объекты, торговые объекты, нестационарные торговые объекты и торговые рынки. Стационарными торговыми объектами выступают здания, сооружения или же часть здания, сооружения в виде встроенных, встроенно пристроенных или пристроенных помещений, которые прочно связаны с землей и в обязательном порядке подключены к сетям инженерно-технического обеспечения. Нестационарные же торговые объекты это временные сооружения или временные какие-то конструкции, которые не прочно связаны с землей, то их можно переносить куда-то и так далее. И они не зависят от наличия или отсутствия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Существуют следующие виды нестационарных торговых объектов. Это киоски, автомат, палатка или мы говорим павильон, выносной прилавок и автолавка. В зависимости от реализуемых товаров торговые рынки бывают двух видов. Универсальные и специализированные. Также в торговле различают следующие формы розничной торговли. Торговля с использованием автоматов, комиссионная торговля, выездная торговля, торговля на ярмарке и другие. В настоящее время большое развитие получили также и электронная торговля, которая осуществляется посредством информационно-коммуникационной технологии. Примером может служить, как вы знаете, это интернет-магазины. Розничная торговля вне торговых местах путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте в Республике Казахстан также регулируется установленным правительством страны. Примером могут служить сетевая торговля товаров «Орифлейм», «Феберлик» и другие. Товары для продажи в основном поступают в торговую сеть от производителей, актовых предприятий, а также других организаций и предпринимателей согласно заключенных договоров, которые оформляются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. Розничная торговля, согласно этой статье, вернее, согласно Гражданского кодекса, в статье 406 по договору купли-продажи, продавец обязан передавать товар в собственность покупателю, а покупатель, наоборот, должен принять, то есть обязан принять этот товар, и при этом он должен уплатить за него определенную сумму денег, то есть его цену, которая установлена в соответствии с договором купли-продажи. При этом следует отметить, что 408 статья Гражданского кодекса Республики Казахстан предусматривает, что продавец обязан передать покупателю товар, который предусмотрен согласно заключенного между ними договором. В торговле вообще преобладает два источника приобретения товаров. Товары могут приобретаться как от поставщиков, так и от населения. Это два основных источника. При поступлении товаров от поставщиков применяются такие документы. Первый, как договор, он заключается в двух экземплярах, и в этом договоре в обязательном порядке указываются наименование товара, его договорная цена, срок поставки, вид оплаты, оплата предварительная или последующая. Второй документ – это доверенность, которая заполняется в одном экземпляре и выписывается покупателям. Обычно доверенность регистрируется в специальном журнале регистрации доверенности, и срок доверенности обычно 10 дней. Если поставщиком выступают иногородние организации, тогда срок может быть более длиннее. То есть это может быть 14 дней, 20 дней, 30 дней и так далее. Третий документ – это накладная, которая заполняется в двух экземплярах. Четвертый – это счет фактура, где указывается, как мы с вами ранее рассматривали, счет фактура, где указывается не только покупная стоимость или реализационная стоимость, также и указывается НДС. Этот документ обычно выписывается в двух экземплярах, и эти выписанные завскладом счета фактуры передаются, к нему прилагаются платежные требования поручения и передаются в бухгалтерию. И эти документы служат для того, чтобы производить оплату при безналичном расчете. Следующий документ – это карточка складского учета. Но сейчас эту карточку вообще оформляют на складе, где хранятся товары. Но в настоящее время вместо этих карточек в основном может быть компетеризированный учет по программе 1С Бухгалтерия. При приобретении товаров от населения оформляется акт приемки в двух экземплярах, и обязательно в этом акте будет указана фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес продавца. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.